В игровых комнатах есть ячейки, при заполнении которых вы получаете дополнительные бонусные клоны. Что такое клон? Это точно такой же аккаунт, как и ваш основной, который переходит из одной игровой комнаты в другую, принося вам прибыль и создавая новые клоны. Давайте разбираться. Итак, вы находитесь на игровом столе К2 и К3. Соответственно, в К2, допустим, вы заполнили все три ячейки. Все, у вас уже нет пустых мест. В К3 вам прилетел человек, и вы его выставили в левую ногу, либо вам прилетел клон от наставника. Его выставили в левую ногу, и вот эти 16 тонкоинов, они делятся. В 4 вы получаете прибыль, и, соответственно, вы получаете 1 клон в К1 и 1 клон в К2. То есть по стоимости К1 стоит 4 тонкоина, К2 8. То есть в общей сложности вы получаете еще бонусом 12 тонкоинов, но которые выдаются не деньгами, не тонкоинами, а выдаются вам дополнительными аккаунтами. То есть если у вас в К2 уже не было свободных мест, куда ставить, то у вас создается точно такой же клон, который вам не нужно уже покупать за собственные деньги. Он создается полностью автоматически, и у вас теперь появляется еще 3 свободных места на К2, при заполнении которых этот клон уйдет апгрейдом в К3, и при этом принесет вам прибыль и еще один клон. Вот это важно понимать. Бонусные клоны, которые вы будете получать, их не нужно выставлять вручную. Они встают автоматически по системе умного клона. Это полностью уникальная разработка нашей команды, благодаря которой мы с уверенностью можем говорить, что мы маркетинг номер один в интернете среди всех матричных и подобных маркетингов. Этот маркетинг решает основные проблемы всех партнерских бизнесов. Еще раз, друзья, система выставляется автоматически, максимально эффективно, принося максимальное КПД лидеру и его команде. Давайте разберем, какие основные проблемы она решает и как она работает. Благодаря системе умного клона каждый новичок в нашей компании будет зарабатывать и будет получать свой первый финансовый результат, вне зависимости от того, умеет он приглашать или не умеет приглашать. Потому что клоны не от одного, не от двух, а от трех наставников, вышестоящих, летят под новичков. Это важно понимать. То есть наставники в нашем маркетинге не словами помогают, у тебя все получится, давай и так далее, а на деле, конкретными действиями. Еще раз, три вышестоящих наставника помогают не на словах, а на деле, давая переливы новичку. Предположим, что это вы и ваш наставник, наставник наставника и наставник наставника наставника будет помогать вам переливами, чтобы вы получили свой первый финансовый результат, вне зависимости от того, умеете вы приглашать, либо не умеете. Но очень важно включиться в стратегию своего наставника и начать рассказывать про этот результат, про эту систему, чтобы зарабатывать в десятки, в сотни раз больше благодаря нашему маркетингу. Итак, переливы от вышестоящих наставников. Три наставника не на словах, а на деле помогают. Второе, это равномерное заполнение юбки. Что-то такое сейчас расскажу. И третье, это равномерное распределение денег внутри команды. Не все одному лидеру, а чтобы деньги распределялись более равномерно в команде. Давайте приведу простой пример более равномерного распределения денег в маркетинге. Предположим, что чем активнее лидер, чем дальше он двигается по игровым комнатам, тем больше пользы он приносит своей команде. Рассмотрим пример игровой комнаты К7. Допустим, лидер встал в игровую комнату К7, занял ячейку. И в левую ячейку ему прилетел либо перелив от наставника, либо он поставил туда своего новичка. Что у нас получается? 80 тонн коинов он получает прибыль себе на кошелек. 40 тонн коинов уходит в партнерку. На оставшуюся сумму ему создаются клоны, которые летят под его команду. Смотрите, стоимость ячейки 256 тонн коинов. Итак, 80 плюс 40 это 120, то есть мы берем 256 минус 120, у нас остается 136 тонн коинов. Именно на эти 136 тонн коинов мы не отдаем лидеру в виде прибыли, которую он может себе забрать, вывести, потратить и так далее. А мы говорим о том, что мы тебе создадим пользу в маркетинге, то есть у тебя будут дополнительные аккаунты, дополнительные клоны, которые будут тебе приносить прибыль, но в будущем. Но сейчас эти клоны улетят под твоих новичков, под твою команду и помогут твоей команде тоже заработать, чтобы твоя команда была сытая. Поймите одну простую вещь, что лидера лидером делает его команда и команда будет двигать лидера вперед на более дорогие игровые комнаты только тогда, когда команда будет сытая, когда команда будет энергичная, заряженная. А когда она будет? Когда начнет зарабатывать деньги, это же логично. Поэтому мы, создавая клоны на более дорогих комнатах, эти клоны вылетают под новичков в системе. Давайте объясню, как работает система умного клона уже на примерах. Еще раз напоминаю, что система умного клона работает полностью автоматически, максимально эффективно, принося максимальную КПД. И маркетинг любой компании вы начнете понимать только тогда, когда начнете зарабатывать по нему. Но все же я вам сейчас постараюсь объяснить саму логику, которая вшита в систему умного клона. Итак, на столах К1 и К2 она работает по одному алгоритму. В столах К3 и К12, то есть с К3 по К12, система будет работать по другому алгоритму. Сейчас объясню. Во-первых, вы должны понять, что такое линия, линия и что такое ярус. Ярус. Итак, линия – это линейный маркетинг. То есть это значит, что у нас есть рефералка, то есть по которой мы пригласили, допустим, 5 человек. То есть мы по своей реферальной ссылке пригласили 5 новичков, которые в свою очередь пригласили еще по 5. То есть во второй линии у нас будет 25 человек. В свою очередь эти 25 человек по своей реферальной ссылке позвали еще по 5. И у нас в третьей линии может быть 125 человек. То есть это линия. Что такое ярус? Ярус – это уже мы берем, допустим, тренар. То есть вот это будет первый ярус, это будет второй ярус, то есть 3, 9, 27 будет третий ярус, 81, четвертый ярус и так далее. Я надеюсь, это понятно. То есть эта линия – это ярус. Разобрались. Итак, какой алгоритм вшит в систему? Первое. У нее в приоритете вы, то бишь я. То есть владелец аккаунта, из которого вылетают клоны. И задача клонов – закрыть сначала меня. То есть под вами есть 3 свободные ячейки. Либо 2, либо 4. Соответственно, и задача какая клонов – сначала закрыть ваши пустые места, чтобы вы, соответственно, сделали апгрейд и перешли на более дорогой стол. Соответственно, как только под вами 3 пустые ячейки заполнились, у системы в приоритете новичок. Новичок. Но новичков она ищет по линии. То есть важно понимать, то есть по линии. Что это значит? Это значит, что, допустим, у меня в первой линии может быть 3 новичка. И система сначала заполнит одного новичка полностью, потом перейдет к другому новичку и заполнит его полностью. А потом перейдет к третьему. То есть мои клоны заполнят новичков, моих, которых я пригласил по своей реферальной ссылке. Они в итоге сделают апгрейд, перейдут ко мне на более дорогой стол и я их уже выставлю вручную, куда мне выгодно. То есть новички, которые пришли и зарегистрировались по моей реферальной ссылке, гарантированно от меня получают результат в виде клонов, которые вылетают от меня. Соответственно, то же самое происходит во второй линии. Как только в первой линии все новички получили от меня переливы и сделали по одному кругу. То есть на столах, вот важно понимать, смотрите, на столах К1 и К2 система закрывает полностью. То есть все три ячейки закрывают полностью новичкам. То же самое происходит во втором уровне. Допустим, во втором уровне 5 новичков. В итоге, что значит второй уровень? Это значит, что мои личники, которых я пригласил, пригласили в свою очередь 5 человек. И в итоге мои клоны и их клоны, которые будут вылетать, будут вылетать под этих новичков. И мой наставник вышестоящий будет помогать вот этим новичкам. То есть три наставника помогают вот этим пятерым закрыть свои столы. То есть на игровых комнатах К1 и К2 мы закрываем их полностью. То есть точно так же по порядку. То есть сначала тот, кто дольше всех ждал. Потом следующего. То есть по времени. Кто дольше ждет и пошли по времени. Соответственно, закрываем их полностью. И потом система сканирует новичков уже на третьей линии. То есть по линиям смотрит. Соответственно, на третьей линии может быть 10 новичков. То же самое происходит. То есть закрываем новичков равномерно. Получается, что тут нахожусь я. Тут я пригласил, допустим, троих. Мы их закрыли потом пятерых. То есть и вот эти 10 человек. В итоге мои клоны. Эти клоны летят. Эти клоны. То есть от всех наставников. То есть от троих. Раз, два, три. Соответственно, помогая этому новичку получить свой первый финансовый результат. В итоге все уходят на апгрейд. И все довольны. Все получили свой первый финансовый результат. Это очень важно. Так вот, на столах К1 и К2 мы новичков закрываем полностью. То есть новичком считается тот, кто еще не сделал одного круга. То есть может быть так, что на игровом столе К1 у вас две ячейки заполнены. Все. На К1 вы уже не новичок. А на К2 у вас, допустим, две ячейки заняты. Одна свободна. Вы еще новичок. То есть у системы вы в приоритете. И следующих клонов она будет выставлять под вас, чтобы закрыть эту ячейку. То есть может быть так, что, к примеру, мои клоны закрывают партнеров на третьей линии. То есть новичков на третьей линии. Но при этом у меня появился плюс один новичок в первой линии. Так вот, мои клоны сразу же начнут возвращаться. И начнут закрывать уже новичков в первой линии. То есть у меня уже приоритет будет не третья линия, а мои лично приглашенные. Соответственно, система заполнит плюс этого одного. И потом опять вернется на третью линию глубину. Тем самым каждый новичок в команде получает от наставников переливы. Это важно понимать. Так вот, на столах К1 и К2 мы закрываем полностью. А на столах К3 и К12 мы закрываем только левую ногу. То есть в приоритете сначала новичок идет. Но на столах К1 и К2 полностью. А с К3 по К12 только левая нога. То есть мы как лидеры не заполняем новичкам сначала в приоритете. То есть накопление мы им не заполняем. То есть вот это важно понимать. Что мы даем им в левую ногу свой перелив. Они получают тут же прибыль. У них вылетают дополнительные клоны. Которые в том числе могут встать под мои клоны. Потому что по сути дела, если ему приглашать еще некого, мой клон под него встал, от него вылетели клоны. И эти клоны, соответственно, полетят в том числе под мои клоны. Это важно понимать. Поэтому иногда пассивщика, то есть человек, который пришел только на пассив, его даже в этом маркетинге тащить и приятно и полезно. Это важно понимать. Поэтому на К3 и К12 мы выставляем только в левую ногу приоритете. Поэтому сначала, смотрите, сначала в приоритет ваш аккаунт, потом новички, да, то есть новички. И потом приоритет уже идет по ярусам. Давайте разбираться. То есть это не говорит о том, что мы новичку на К3 и К12 не закроем полностью ячейки. Мы можем ему полностью закрыть эту комнату и он перейдет в следующую. Но это уже в другой последовательности, в другой приоритетности. То есть первый приоритет я, второй приоритет новичку сделать результат. Соответственно, на К3 и К12 тоже сделать результат одним клоном, поставив левую ногу. Я надеюсь, это понятно. Соответственно, и третий приоритет уже работа по ярусам. То есть равномерное заполнение юбки. Давайте разбираться, как это работает. Итак, после того, как система заполнила ваш первый ярус, то есть сначала приоритет вы. Давайте на примере К7 разберем. То есть сначала приоритете вы. К примеру, вы сюда поставили новичка своего, да, то есть лично пригласившего. Который вы лично пригласили, он зарегистрировался по вашей реферальной ссылке. А сюда встал ваш клон и сюда встал ваш клон. Все. Вы ушли апгрейдом на К8. Да, то есть, но под вашими клонами же тоже есть три места. И у вашего новичка есть три места. Соответственно, с более дорогих площадок, с К8, с К9, с К10 и так далее, будут вылетать клоны на К7. И каким образом они будут вставать? Плюс клоны от вышестоящих наставников. Соответственно, следующий клон улетит, так как это К7. Я говорил, что мы сначала новичку заполняем только левую ногу. Соответственно, мы ему заполняем сюда левую ногу. Следующий клон от нас вылетает ему сюда. Дальше что происходит? Система видит, что у этого есть одна ячейка заполнена. Предположим, что здесь две ячейки заполнены. Уже там кто-то встал или переливы прилетели. Не важно. Предположим, что здесь два. Соответственно, а здесь ноль. Система видит, здесь один, здесь ноль, здесь два. Она сначала выровняет и сюда поставит одно. Заполнит равномерно. Задача какая? Вспоминаем, это у нас первый ярус, это второй ярус. Дальше будет 27, это третий ярус, четвертый ярус 81. Юбка расширяется, но по ярусам будет заполнение равномерное всегда. Вот по этому алгоритму. Сначала новичку закрыли левую ногу. Здесь у нас выровняли тоже по одной, здесь два. Дальше система смотрит, здесь два, здесь по одному. И она смотрит, кто дольше ждет. Она смотрит, что мой клон дольше ждет, чем этот новичок, к примеру. И она выставит клона вот сюда, система. Потом будет смотреть, что здесь два, здесь два, здесь один. И в итоге мы новичку на более дорогих столах также можем закрывать полностью, ну то есть все ячейки под ним. Соответственно, система видит, что у всех по два. Она смотрит по времени, кто дольше ждет. Предположим, самый крайний правый дольше всех ждет. Она его закрывает. И в итоге ваш клон уходит апгрейдом на более дорогой стол. Соответственно, дальше система закрывает новичка. К примеру, он уходит апгрейдом на более дорогой стол. И потом система добивает уже второй ярус полностью. И этот аккаунт улетает тоже на более дорогой стол. И дальше система точно так же начинает заполнять второй ярус, третий ярус, четвертый ярус. Равномерно выравнивая юбку. И чтобы больше аккаунтов именно уходили апгрейдом на более дорогой стол. И здесь важно понимать, что если у вас будет широкая первая линия. То есть, предположим, у вас 10 человек в первой линии. Ну, не так уж и много. 10 человек. Но у этих десятерых людей так же создается, допустим, по 10 клонов. И в итоге у вас в первой линии будет 100 аккаунтов. Которые будут уходить апгрейдом на более дорогие столы. И вы их будете расставлять. То есть, вы как наставник, человек, который их пригласил, будете расставлять туда, куда вам выгодно. Чтобы вы получали прибыль за те действия, которые вы сделали. Вот это важно понимать. Поэтому система умного клона, еще раз, работает полностью автоматически. Позволяя как можно больше аккаунтов отправлять на апгрейд. Равномерно распределять прибыль внутри команды. За счет создания больших клонов, которые летят под команду. И равномерно заполняет юбку. И самое главное, помогает новичкам получить свой первый финансовый результат. Поэтому, всем больших чеков. Продолжение следует...